Профилактика и снижение заболеваемости детей – задача государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность» на 2016-2020 годы. Как показывают мониторинги, самые распространенные недуги школьников – сколиоз и нарушение зрения. В целях профилактики и выявления заболеваний на ранних стадиях специалистами санитарно-эпидемиологической службы проводится большая информационно-образовательная работа. Широкомасштабные проекты «Школьное питание, здоровое и рациональное, правильная осанка, залог здоровья» охватывают не только город, но и область. На базе учреждений общего среднего образования нашей области реализуется межведомственный информационный проект «Школа территория здоровья». В настоящий момент около 15 учреждений общего среднего образования уже задействованы в реализации данного проекта. И в течение этого учебного года планируется задействовать еще около 40% школ. Однако создание здоровья сберегающих условий – задача не столько государства, сколько родителей. Бывают случаи, когда без похода к психологу не обойтись. Неумение сосредоточиться, недостаток концентрации, трудность коммуникации или же и вовсе нежелание посещать школу. На эти признаки стоит обратить особое внимание и с походом к школьному психологу затягивать тоже не стоит. Я бы хотел так пропагандировать, чтобы все родители обращались с самого начала к школьному психологу, а еще обращались именно к детскому психологу, так как психология в нашей области сейчас очень активна и хорошо развивается. Когда можно говорить, что ребенок не адаптировался? Ребенок не адаптировался, можно сказать, то, что уже на 5-6 неделе, то есть прошел примерно месяц того периода, когда ребенок уже посещал саму школу. Уже можно сказать о том, что ребенок не адаптировался к школе. Ну а так в норме. Дети испытывают трудности при посещении школы. Эти трудности первоначально должны на самом-то деле помогать решать взрослые, а именно первый круг – это родители. Адаптация к школе – процесс привыкания к условиям, которые каждый переживает и осознает по-своему. Здесь необходима поддержка самых родных людей – мамы, папы, бабушки или дедушки. Как выглядит школа, что мы должны делать в школе, как разговаривать с учителем, как повести себя в трудной ситуации. Как себя повести, например, когда один мальчик толкает тебя, как ты в этой ситуации должен либо грубо ответить, либо подойти к учительнице. Во многом вот эти все модели поведения дети копируют у родителей, и об этом должны рассказывать родители. А еще стоит хвалить и поощрять своих детей. Доброе, открытое и доверительное общение – это лучшая награда за хорошую оценку или поступок.